Когда студия Disney объявила, что собирается снять спин-офф 101 «Долматинца» — некую предысторию известного сюжета, ведущие голливудские актрисы тут же стали конкурентками. В основе сценария — юность злодейки. В новом фильме ее, кстати, зовут не Круэлла, а стервиэлла-девил. И сыграет ее оскароносный Аэма Стон. Этот выбор — намек на то, что в юности девушка была милой и вполне обычной. Но что-то заставило ее измениться так, что в голове появились мечты сшить шубу из шкур «Долматинцев». А все дело в том, что в жизни этой милой девушки появился зловещий человек, изменивший ее судьбу. Некая баронесса, дама в интересном возрасте, законченная злодейка. Вот за эту-то роль и схватились знаменитости. Всех их невероятно вдохновила Анжелина Джоли в «Малефисенте». Кстати, фильм оказался необыкновенно выгодным, настолько, что продюсеры уже начали работать над продолжением истории о «Малефисенте». И вот у них тоже появилась возможность проявить свой талант в настоящей злодейской роли. Помимо Шарли Стерон и Деми Мур, пробовалась и Джулиэна Мур, но создатели проекта выбрали Николь Кидман. У 51-го летней актрисы большой опыт очень убедительных отрицательных ролей. Возможно, именно это заставило продюсеров остановить свой выбор на ней, во всяком случае, на сегодня. В 1995 году в фильме «Умереть во имя Николь» впервые сыграла злодейку, роковую блондинку, которая строит из себя невинную овечку, но в нужный момент превращается в монстра. Ее героиня на пути к достижению своих целей готова на все, без сомнений идет по головам, трагически коверкая судьбы окружающих. В 2007-м вышел фильм «Золотой компас», где героиня Кидман, властная дама, завоевавшая доверие девочке. Подобно «Снежной королеве», она увозит ребенка на север, чтобы провести опыт по связи с параллельными мирами. В 2015 году Николь сыграла в фильме «Приключения Паддингтона». Ее героиня работает в Музее естествознания директрисы отдела таксидермии. Маньячку, за внешним обаянием которой таится грубая сила. Ведь тайным хобби директрисы было изготовление чучел и живых зверушек. Самой жуткой ролью Кидман стала в 2017 году роль в фильме «Роковое искушение». Она сыграла мстительную расчетливую управляющую школой-интернатом, женщину, которой нельзя не бояться. Создатели спин-оффа с рабочим названием «Стервелла», по мотивам предыстории, рассказанной в фильме «101 далматинец», обещают выход картины на экраны не позднее 2020 года. Субтитры создавал DimaTorzok